В Подмосковье энергетики восстановили после ледяного дождя почти все питающие подстанции. И теперь им нужно успеть подключить потребителей. Крайний срок, когда в домах всех жителей области должен появиться свет, 6 часов вечера 31 декабря. Пока по-прежнему тысячи людей проводят время при свечах. Репортаж Ильи Костина. Электричества в подмосковном поселке Быково нет уже пятый день. Местным жителям пришлось изменить свой привычный вечерний график. Кто-то старается подольше задержаться на работе, кто-то, как Виктория, проводит время за телефонными разговорами. Компьютер все равно не работает. Папа говорил, сделают. Будут работать ночью с фонариками. Но сказали, сделают обязательно. Появились в поселке и бригады волонтеров. По вечерам с фонариками они приходят к одиноким пожилым людям и инвалидам. Узнать, может быть, что нужно. Ну что, бабулечка, как в прежние времена, правда? Электричество в эту котельную стало поступать только сегодня вечером. Помогли сотрудники МЧС, привезли генератор. Теперь нужно еще три часа, чтобы оборудование прогрелось, и котельная стала работать на полную мощность. Сегодня только МЧС притащили, значит, на 450 киловатт мощности. Вот сейчас запускаем котельную, чтобы людям дать только горячее отопление и горячую водичку. Оборванные провода сейчас можно увидеть прямо у жилых домов. Люди собираются у здания местной администрации, чтобы узнать, почему ремонтные службы до сих пор не устранили последствия аварии. Рядом с администрацией стоит аварийная машина, хотя они должны работать. Как нас уверяют, что все машины находятся на рабочем, да, в работе. Вот вам хороший пример. Сами энергетики утверждают, что уже пятые сутки работают в авральном режиме. Ремонтным бригадам приходится сейчас распиливать ветви деревьев, нависших прямо над проводами. Из-за этого обрыва без света в Раменском районе Подмосковья остались несколько деревень. Специалистам из столицы и области приехали на помощь их коллеги из других регионов. Калужской, Новгородской и Владимирской областей. Представитель Московской объединенной электросетевой компании, она питает большинство потребителей столицы и области, сообщил, что сегодня к вечеру удалось восстановить работу практически всех подстанций. За последние пять дней удалось сделать очень многое. Например, из 69 подстанций 110 кВ, которые вышли из строя из-за аномальной погоды, на сегодняшний день не работает всего лишь одна. Непогода заставила внести коррективы и в работу связистов. На совещании в Министерстве связи и массовых коммуникаций сегодня выясняли, почему из-за аварии во многих районах были недоступны услуги сотовой связи. Важно с вами обеспечить, чтобы, во-первых, и те станции, которые вышли из строя из-за отсутствия электропитания, были восстановлены своевременно. И посмотреть, что нужно сделать, чтобы у нас праздники прошли максимально благоприятные для наших абонентов обстановки, чтобы сети работали. Капризы погоды сказались и на внешнем виде Останкинской телебашни. Радиотелевизионная передающая станция высотой 540 метров сейчас под толстым слоем льда и напоминает гигантскую сосульку. А эти кадры наша съемочная группа снимала сегодня в московском районе Бирюлёва. Там от обледенения упали 9 опор линий электропередачи. Энергетикам приходится торопиться, чтобы ликвидировать все обрывы. До часа икс, который отвели аварийным службам, остается совсем немного времени. Новый год все пострадавшие от стихии люди должны встретить со светом и в тепле. Илья Костин, Юлия Весова, Дмитрий Бедарев, Юлия Заграничного, Первый канал.